В жизни каждого рано или поздно случаются бытовые конфликты, которые порой выливаются в настоящие трагедии. Оказавшись на грани, мы пытаемся понять, что сделали не так, и обнаруживаем, что судьба подавала нам знаки, которые могли бы удержать нас от ошибки. В реальности у нас нет возможности вернуться в прошлое и что-то изменить, чтобы избежать трагических событий. Телепроект «Вернись к началу» предоставляет такую возможность. Опытные специалисты разбирают катастрофические последствия неправильных решений и пытаются найти выход из самых сложных жизненных ситуаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Жена Голь вышла замуж по любви. Валихан не был из богатой семьи, работал, как все. Финансовый вопрос в их семье стоял достаточно остро. Жена Голь считала, что это время новое. Но, как покажет жизнь, финансы – это не самое главное. Алло! Мам, привет! Как дела? Привет, дочь! Все хорошо, как ты? У меня тоже все хорошо. Слушай, мам, ты не могла бы мне одолжить денег? Денег? Да, мне ненадолго. Я зарплату еще не получила, а нужно оплатить коммунальные услуги. А почему твой муж не оплачивает? Ну, у него тоже зарплата будет через неделю, через полторы. Я что вам, банкомат? Ну, мам, ну мы же сразу возвращаем вовремя. Ага. А через два дня снова эти деньги занимаете? Мам, если не можешь одолжить, зачем демагогию разводить? Я буду искать дальше. И сколько тебе надо? Ну, тысяча двадцать пять. Я не понимаю, зачем тебе вообще муж, если ты все на себе тащишь? И коммуналку, и продукты. Ты себе когда платье в последний раз покупала? И что-то замужество тебя содержало? Что сейчас? Хотя пора бы уже вам с мужем мне материально помогать. Мама отчасти права. Отсутствие денег – ужасная вещь. Нам ни на что не хватает. Приходится занимать. А так как просить больше не у кого, каждый раз прошу у мамы. И она заводит свои старые песни. Ну, что мне теперь? Бросить любимого человека из-за денег? Разговоры с матерью всегда портили настроение Жанагуль. Девушка была подавлена. И Валихан, придя с работы, сразу заметил это. Что случилось? Ты какая-то грустная. Да нет, все нормально. Я же вижу, что ненормально. Я знаю, когда у тебя нет настроения. Что случилось? Ты, наверное, и сам догадываешься. Мама позвонила? Нет, я ей звонила. Спросила денег до зарплаты. Вот и началось. Ты же знаешь, что что-то звонить твоей маме и просить у нее деньги нельзя. Либо просто подождать до зарплаты. Она сразу начинает тебе говорить, за какого нищеброда ты вышла замуж. Подождать? А если нам свет отключат? Что тогда будем делать? Не отключат, наверное, за месяц просрочки. Вообще-то уже второй. В прошлом месяце мы тоже не платили. И вообще, может быть, мама моя права? Может, ты найдешь себе уже прибыльную работу? Сколько мы будем жить, считая каждую копейку? И найдите себе другого мужа. Вечер у супругов выдался напряженный. И хотя они понимали, что ссора абсолютно глупая, никто из них не решался пойти на примирение первым. Однако жена Гуль не любила ложиться спать, затаив обиду на мужа. Девушка решила поговорить с Валиханом. Я перегнула палку. Я признаю, что была неправа. Это на меня мама так, наверное, не очень хорошо повлияла. Ты меня тоже извини. Да, я не олигарх, как хотела твоя мама. Мне очень стыдно, что тебе приходится работать. Это же временные трудности. И мы со всем справимся. Правда, ведь? На следующий день у жена Гуль был выходной. Она проводила супруга на работу и приступила к домашним делам. В самый разгар уборки к жена Гуль пришла ее подруга Светлана. Ой, снова с мамой поссорилась. Опять из-за неудачного брака? Да, она никак не примет моего решения. Все время гадости говорит про Валихана. Я даже не знаю, что делать. Ты знаешь, я твою маму во всем поддерживаю. Твоя мама права, прислушайся к ней. И ты туда же. Ты же моя подруга. Я твоя подруга, я люблю тебя. Вот поэтому и желаю тебе добра. Пойми, но не пара тебе, Валихана. Все думают, что можно вот так лезть в чужую семью. Но ведь это неправильно. Да, у нас материальные трудности. Но это не значит, что можно советовать нам развестись или найти не другого мужчину. Нет, нужно придумать другое решение. Кажется, мне пришла в голову отличная идея. Нужно только обсудить ее с Валиханом. Я знаю, как решить все недопонимания с нашими родителями. И как? Нам нужен ребенок. Ты так говоришь, будто это так просто. Это взять и собачку завести. Сейчас неподходящее время. Нам еле на двоих денег хватает. Тут еще и ребенок в семье. Ну, ты только представь. У нас будет маленький малыш. Точная кофе от тебя. Разве это не мило? Жанна Гуль, ребенок в семье это не просто мило. Это большая ответственность. Прошло чуть больше месяца, а жена Гуль так и не забеременела. Тогда девушка убедила мужа вместе обратиться к врачу, чтобы понять причину их неудач. Как только мы пришли к врачу, я почувствовала неладное. Внутреннее ощущение подсказывало, что что-то не так. Мы сдали кучу анализов, прошли все проверки. И в общем, Валихан безбоден. Любимый, это ведь не смертельно. Мы вылечимся и попробуем снова. Да, конечно. Это ничего страшного, а главное не вешать нос. Несмотря на внутренние переживания, супруги старались вести себя так, словно ничего не произошло. Жанна Гуль понимала, как тяжело мужу, а потому старалась не доставать его пустыми разговорами. Валихан, надо сказать, держался молодцом. Внешне мужчина совсем не выдавал внутренней скорби. Но однажды спокойствию пришел конец. Валихан, ты что делаешь? А ты что, не видишь, что ли? Ничего не понимаю, зачем это? А что тут понимать, скажи мне? Твой нищий муж оказался еще и прокован. Милый, ты устал. Тебе нужно отдохнуть. Давай завтра обсудимся спокойно. Что мы с тобой обсудим, скажи мне? А? Я бесплоден. Это еще один повод твоей семье посмеяться надо мной. Никто не смеется над тобой. Прекрати, пожалуйста. Не трогай меня, а? Я ухожу. Валихан! Валихан, я прошу тебя, не устраивай сцену. Валихан! Отвали! Жанагуль и Валихан прожили несколько месяцев в браке. Отношения с родственниками у супругов были натянутые. Мать Жанагуль никак не могла принять небогатого зятя. Из-за этих конфликтов отношения между самими супругами дали трещину. Пытаясь сохранить брак, Жанагуль решила забеременеть. Но попытки завести ребенка оказались тщетны. Тогда Жанагуль убедила мужа обратиться к специалисту. Врач поставил диагноз – Валихан бесплоден. Мужчина старался сохранить лицо и делал вид, что все в порядке. Но однажды Валихан устроил настоящий спектакль. Когда мужчина сталкивается с трудностью воссоздать или посадить дерево, он тогда может эту функцию компенсировать. За счет чего? За счет, если в одном случае у него не получается в одной работе, он может поменять профессию. Здесь проще. Если не получается построить дом, в принципе, тоже ничего страшного. Хорошо это будет не дом, пускай это будет квартира, пусть это будет маленький домик. А вот когда нет возможности продолжить себя в детях, вот здесь компенсации никакой не может быть. И мужчина чувствует этот укол больнее всего. Для того, чтобы преодолеть эту трудность, есть два варианта развития событий. Первый – когда мы закрываем глаза, этого не существует, быть этого не может, и тогда, получается, мы убегаем от проблемы, не решая ее. И здесь, конечно, если не прийти к продуктивному решению проблем, например, пойти лечиться, либо принять то, что хорошо, да, у меня не может быть детей, но тогда, может быть, усыновить или удочерить ребенка. Может быть, ну, тогда по-другому реализоваться, например, заняться благотворительностью или меценатством, сделать какой-то проект, который как ребенок будет в обществе. Но нет, у нас некоторые люди пытаются закрыть на это глаза и уходят, например, в алкоголизм, в наркомании, в трудоголизм. То есть, когда работа сама теряет свою продуктивность. Пожалуйста, давай успокоимся, попьем чаю. Пожалуйста, я прошу тебя. Чаю! Зачем вообще я так поторопилась? Зачем заварилась всю эту кашу с беременностью? Теперь передо мной совсем другой человек. Таким его Алихана я не знала. Неужели нашей семейной жизни пришел конец? Мама была права. И подруги тоже не зря мне говорили, что наш брак не протянет долго. Ночь выдалась тяжелая. Жанагуль изо всех сил старалась успокоить пьяного супруга. Наконец ей это удалось. Алихан уснул, а сама Жанагуль не сомкнула глаз в ту ночь. Ну что, проснулся? Воды принеси мне. Ах, воды тебе? То есть, все, что ты мне можешь сказать после вчерашнего, это подай воды? Не кричи, пожалуйста, у меня голова болит. Да что ты творишь вообще? Я не намерена жить с алкашом. Это был нервный срыв. И что теперь? Каждый твой срыв будет сопровождаться вот такими концертами? Нет уж! Увольте! Я не собираюсь терпеть это. Милая, прости меня, пожалуйста. Это полуминутная слабость. Обещаю, больше этого не повторится. Прости меня, пожалуйста. Валихан чувствовал за собой вину, а потому всячески старался угодить жене. Историю с бесплодием пара предпочитала больше не обсуждать. Жанагуль уж было простила супруга, но ровно через неделю Валихан устроил новое представление. Это еще что такое? Ты же обещал! Что тебе надо? Не прошло я неделю, как ты в ногах у меня валялся. Прощения просил. А что ты понимаешь? Мне кажется, что я уже ничего не понимаю. Мой муж алкоголик. Дожили? Понимаешь, что это значит услышать о мужской несостоятельности. А сегодня коллега обмывал сына. Как, он еще не родился? Они с женой сходили на УЗИ. Сказали, что он не будет сын. У меня вот никогда никого не будет. Вместо того, чтобы бухать, ты лучше бы лечением занялся. Ты знаешь, я хочу тебя отпустить. Я не знаю, это невыносимо, что ты будешь жить человеком, который не сможет дать тебе нормального ребенка. Совсем с ума сошел. Что ты несешь вообще? Я хочу тебя отпустить. У тебя вся жизнь впереди. Найди себе нормального мужчину. И просто будь с ним. Нам нужно развестись. А может, ты и прав. Наверное, это самое единственное правильное решение. Конечно, я так не думаю. Я просто очень зла на Валихана. Я понимаю. Это трудно пережить мужскую несостоятельность. Но нужно же как-то решать ситуацию. Неужели он такой слабак, что выбирает самый легкий путь напиться и забыться? Жанна Куль не дождалась пробуждения Валихана и решила отправиться на встречу с подругой Светой. Девушке нужно было излить кому-то душу и получить дельный совет. А кто, как не подруга, подскажет выход из положения. Он вчера опять пьяный пришел. Я не знаю, что делать с этим. Да относись ты ко всему проще. Не бери это в голову. Да как тут проще относиться? Знаешь, уже не смешно совсем. Он как будто повод нашел для пьянок. Забей ты на него. Не могу я, Свет. Ну, надо тогда что-то решать. А что тут решать? А давай ты забеременеешь. Света, ты меня вообще слушаешь? У нас не может быть детей. Да не у нас, а у этого твоего Валихана. Я не понимаю, что ты имеешь в виду? Ну, что тут непонятного? Идешь на сторону, беременеешь. Приходишь, говоришь мужу, что, мол, от него забеременела. Он перестает пить. Вот и все. Здорово я придумала, а? Света уверяет меня, что все женщины изменяют мужьям. И что в моем случае это даже не измена. Могут и на благо семьи. Но я никогда не смогу так поступить. Даже представить страшно себя с каким-то посторонним мужчиной в постели. Нет. Это однозначно не вариант. Все же слова подруги запали глубоко в душу Жанагуль. К тому же пьянки стали повторяться с завидной регулярностью. А вскоре из-за них Валихана выгнали с работы. С тех пор мужчина только и делал, что лежал сутками на диване, страдая от собственной никчемности. Алло. Привет. Привет. Ну что, где твой орел? Ой, спит. До пяти утра мне выговаривал свои обиды. Говорит, чтобы я другого себе нашла. Да вот сошла бы уже давно, раз муж советует. Знаешь, мне сейчас вообще не до смеха. А кто смеется? Да я вполне серьезно. Ты хочешь, чтобы в твоей семье воцарился мир? Глупый вопрос. Конечно, хочу. Кажется, я уже на все согласна. Ты пойми, но не нужно строить отношения на стороне. Достаточно просто, одного раза. Ну, ты понимаешь, о чем я? Главное, выбрать кандидата подходящего. Ну, чтобы там не было несостыковок каких-то, вроде светлых волос и тому подобное. Даже не знаю. Ты думаешь, что отношения на стороне помогут нам? Конечно, уверена. Каждый получит, что он хочет. Ты – ребенка. Валихан – уверенность в том, что он не такой уж ни к чему умный человек. Жанагуль выскочила в коридор и поняла, что это муж вышел из дома. Наверняка он слышал разговор подруг. Жанагуль в спешке выбежала из дома вслед за Валиханом. Изо всех сил женщина пыталась догнать супруга. Жанагуль и Валихан – молодожены. Казалось бы, пара должна была радоваться семейной жизни, но все было не так. Родители Жанагуль были против несостоятельного зятя, и мать каждый раз напоминала дочери о неверном выборе. Пытаясь сгладить углы в отношениях с родителями, Жанагуль приняла решение завести ребенка. После нескольких тщетных попыток супруги обратились к специалистам. К сожалению, вердикт был суровый – бесплодие Валихана. Мужчина не смог пережить диагноз и стал выпивать. Светлана, подруга Жанагуль, посоветовала ей забеременеть от любого другого мужчины, а затем представить все так, словно врачи ошиблись в постановке диагноза. Валихан услышал обрывки фраз подруг и злой выбежал из дома. Жанагуль пыталась догнать мужа, но вместо этого стала свидетелем ДТП, в котором погиб Валихан. Когда мы сталкиваемся со сложной ситуацией, в которой включены не только мы, а еще кто-то другой человек, представим, что между нами 10 шагов. Каждый раз, когда Жанагуль делает один шаг, она ждет о том, что Валихан сделает шаг. Ошибка ее в первом случае заключается в том, что она считает, что она имеет право сделать сразу все 10 шагов. Тем самым, забирая ответственность за принятие решений, за хоть какие-то действия от Валихана. Когда Валихан чувствует еще большую свою беспомощность, он чувствует, что женщина сильнее его, вплоть до того, что даже он не может иметь детей, у него есть всего один выход. Ну, метафорически это называется умереть, потому что на самом деле алкоголизм – это социально приемлемая форма суицидов. Прошло полгода со смерти Валихана. Жанагуль винила себя в том, что все произошло именно так. Она никак не могла оправиться от депрессии. Почти перестала выходить из дома, старалась ни с кем не контактировать. Часто женщина думала о том, что все могло сложиться совсем иначе, обратив она внимание на знаки, которые подавала ей судьба. Давайте и мы вернемся в ту точку жизни, Жанагуль, когда все могло пойти по-другому. Господи, что происходит? Семейная жизнь летит под откос. Ну, разве мы не должны вместе пройти все эти трудности? Разве я не должна сделать хоть что-то, чтобы вытащить своего любимого из этой ситуации? Жанагуль понимала, что у Валихана сейчас не самый простой период в жизни. И девушка дала себе слово, что поддержит мужа и сделает все, чтобы он чувствовал себя любимым. Именно поэтому Жанагуль не стала устраивать разбор полетов на следующее утро, а молча приготовила завтрак. Ты прости меня, пожалуйста, за вчерашнее. Я веду себя как дурак, я знаю. Знаешь, это что-то вроде защитной реакции. Мне так проще забыться. Валихан, мне была очень неприятная вчерашняя сцена. Я надеюсь, она больше никогда не повторится. Конечно, нет. Насчет этого диагноза, это ведь не приговор. Главное быть вместе. А решение найдется, правда ведь? Я любимый. И в конце концов, если кто-то там наверху захочет, чтобы мы стали родителями, то мы будем ими? Ну, если нет? Ну, если нет, так нет. Будем жить дальше. Значит, такова судьба. Всю следующую неделю Жанагуль провела у врачей. Девушка хотела знать все способы, которые помогли бы им с мужем обрести надежду на рождение ребенка. И, конечно, девушка делилась всем этим с мужем. Врачи стопроцентной гарантии не дают, но все же это шанс. И мы должны его использовать. Не знаю. Хорошей это идея. Нет. Просто искусственное оплодотворение. Ну, в этом нет ничего страшного. Ребенок будет твой. Просто возьму твой биоматериал. И все. А как происходило само оплодотворение, никто даже не узнает. Да и мы никому ничего не будем рассказывать вообще. Жанагуль, я могу быть с тобой откровенна. Я не знаю, готов ли буду пережить еще одно разочарование в этой жизни. Я тебе очень сильно благодарен. Ты смогу ли я принять это решение? Неизвестно. Хорошо, любимая. Знаю, когда ты будешь готов, я всегда буду рада тебя выслушать. Жанагуль переживала, что все попытки хоть как-то растрясти мужа оказались тщетны. Несмотря на это, девушка не настаивала на принятии решения. Она понимала, что Валихану нужно немного времени. Но ее мать все не унималась и устраивала допросы. Алло. Привет. Как дела, дочь? Привет, мам. Спасибо, все хорошо. Как мы женем? Не могла бы его по имени называть. Ты что, матери указать думала? Как хочу, так и называем. Ну, что у тебя там, к врачу ходили? А то сказать сказали, что ребенка хотите завести от движения, ноль. Я думаю, сейчас не стоит рассказывать маме о диагнозе врачей. А то снова заведется. Мы сами решим с Валиханом эту проблему. Не нужно всем о ней знать. Ты же сказала, что рожать будешь. И что? Теперь не будешь, что ли? Я не поняла. Мам, ты только не обижайся. Но я не буду обсуждать свою личную жизнь. Я обязательно забеременею и рожу в предназначенное время. У вас что, проблемы какие-то? Может, вы поругались? Нет, мам, мы не поругались. И прошу тебя, перестань лезть в наши отношения. Был бы у тебя муж нормальный, я бы и слова не сказала. Но так как муж твой этот... Мама, Валихан моя судьба. Почему ты никак не смиришься с этим? И если даже у нас будут с ним трудности, мы обязательно все вместе с ним пройдем. К тому же, мама, я сделала все официально. Я вышла замуж по любви. Все было официально. Я же не опозорила вас, не принесла ребенка в подоле. Почему ты так его ненавидишь? Да нет, никакой ненавидности. Ну, ты права, дочка. Я и не заметила, как ты у меня выросла. Ты прости меня, я действительно была не права. Ладно, мам. Хорошо. Ты все слышал? Да. Почему ты не сказала маме про бесплодие? Потому что это касается только нас с тобой. Мы с тобой семья. Я люблю тебя. И если Бог нам не даст ребеночка, то ничего страшного. Это не изменит наших отношений. Только пообещай мне, пожалуйста. То, что мы попробуем, все способы. Обещаешь? Обещаю. Я сделаю все возможное, чтобы у нас получилось. Спустя год у Жанагуль и Валихана закончился курс лечения. Пара решила больше не предпринимать никаких попыток, а просто ждать. Однажды Жанагуль проснулась от сильной тошноты. Девушка понимала, что это могут быть признаки беременности. И незамедлительно сделала тест. Людмила, что случилось? Почему ты плачешь? Ты беременна? Любимая, да нет. Солнышко моё. Солнышко моё. Солнышко народ. Да. Солнышко моё. Касмур. Редактор субтитров А.Семкин